добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение недельной главы торы бэмид бар у нас сегодня тема знамена написано что у каждого колена было свое знамя наши мудрецы по-разному рассказывает об этих знаменах есть мнение что каждое знамя соответствовало четыре больших знамени были они соответствовали четырем станам станы у нас были такие восточный стан егуда и сахары звулон и здесь это знамя этот стан руководимый ангелом гавриелем а южный стан это риувен шимон и гад и этот стан руководимый ангелом рифаэлем потом есть там западный это эфраим минаше и бениамин и ангел михаэль им руководит северный стан это стан дана дан ашер и нафтали руководит имя ангел уриэль кроме этого главные колена имели свои знаки если егуда и захар звулон то стан егуды считался и на нем на знамени станы егуды изображен лев а на стане сынов риувена мандрагоры мандрагор это дудаим те растения которые нашел риувен когда принес матери своей леи мы знаем что она не беременела потому что написано когда она родила ягуду сказала восхвалю бога и перестала рожать и она не рожает то есть уже рожает бильга уже рожает зильпа риувен что-то делает он смотрит мама не рожает что-то не то он идет в поле и находит растения от бесплодия вот эти дудаим мандрагоры так наши мандрагоры переводят корень этих растений напоминает человека и это было нарисовано на знамени риувена если берем эфраима то у эфраима на знамени был нарисован бык потому что когда мы говорим главе браха у колени эфраима это колено йосифа и йосифа тора сравнить с быком говорит что врага его врага дикого быка им будет бодать все народы от края земли до края это десятки тысяч эфраима тысячи наше в общем здесь изображен бык и главный в северном стане это дан и на знание на знамени дана по идее должен быть змей потому что яков когда был оставляет дан он говорит будет дан змеем на дороге аспидом на пути который извит ногу коня и падает сальник его навзвищ на твою помощь надеюсь бог и всего же у нас 12 колен то остальные колена тоже имели восемь восемь знамен но они были меньшего размера так мудрецы считают если мы допустим берем исахар то якова благословляет что исахар растел костистый лежащий среди заград увидел что покой хорош сторона приятно он преклонил свою спину под ношу стал преданнейшим дружником торы мудрец торы как осел упорно учит в общем на его знамени по идее должен быть осел нарисован если берем звулун написано что звулун у берега мореева дворица и он на корабельной пристани предела до цедона то есть здесь нарисовано море корабли не знаю что это он занимается морской торговлей и получает огромное благословение и делить свое богатство с исахаром с мудрецом торы то есть они работают вдвоем то есть если звулун не будет поддерживать мудреца торы из сахара то он не сможет учить тору придется ему заниматься работой и обои будет плохо но если они вдвоем работают то тора который выучил исахар делится на двоих звулуном и в этом мире и в будущем но естественно все деньги которые он делит звулун со сахаром тоже на два колена теперь если берем знамя южная значит если мы разобрали уже риувена что-то мандрагоры то гад гад рать будет ратовать на него и он возвратиться по пятам то есть сколько пяток пойдет на вайду столько и вернется у него по идее должны нарисованы быть войска войско рать нафтали нет они нафтали да получается шимон когда говорят о шимоне то рисует ворота и напишем то есть шимон быть инициатором чтобы гробили шхем и поэтому там стоит крепостная стена написано шимон так я видел значит у нас остается минаше и фраим фраим мы говорили чтобы у минаше тоже наши мудрецы говорят бы как у иосифа тоже а бениамин яков говорит бениамин волк хищный утром будет есть добычу вечером делить добычу волк терзающий так переводят это связано с тем что когда колено бениамина провели провинилась гиви в страшное событие они казнь устроили на джечны и в общем им никто не давал больше девушек чтобы они женились и они воровали невест вынуждены было воровать в общем поэтому называют волком на коле на знамени колена бениамина был нарисован волк теперь берем северное колено значит дан мы уже разобрались змей получается если мы берем колено ашер то написано что чашли среди сынов ашер омывает в масле ногу свою написано что это земля где пол где живет ашер она была оставлена у него очень сильные оливковые деревья это очень большое благословение у него и нарисованы маслины оливковые деревья знамя ашера а что касается нафтали написано нафтали прыткая лань произносит речи изящно он скороход как лань у нас были похороны якова и эйсам пришел пещеру махал говорит то мое место в пещере это мою ну братья сказали что пакет скупил у тебя эту землю у нас есть бумага показывайте бумагу яков действительно предел такой ситуации все у него было документом не были в египте и нафтали мгновенно бежал в египет чтобы принести эту бумагу ну не успел он еще принести как сын да на хушим убил и сава взял дубину ударила по голове голова отскочила и там тоже похоронена пещере махпила и вот такие вот знамена у нас что касается других мнений говорят мудрецы что каждое знамя соответствовало цвету камня относящегося к этому колену то есть у нагрудника первосвященник у первосвященника был нагрудник и там было 12 драгоценных камней и вот какой камень был он соответствовал тому колену которое будет было по счету допустим они по порядку рождения 1 2 3 там если можно открыть книгу и посмотреть какой каменный озон первым это будет риувен потому что он леви и куда и так дальше вот так есть мнение что всего было четыре знамени а меньших не было знамен только на каждом знамени было по три колена и три цвета цвет тех камней которые соответствуют каждому колену то есть не были цветные вот соответственно этим коленом вот есть такое мнение она на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души мой шагин давид берта бат исраиль павел бен ефим яков бен нахум лир бен григорий за здоровье давид бен стела игорь бен кира светлана батклара шоула мьёна бен цара шмон бен исхак и на батмира борис бен мария мой шагин маня анна батривка рахель батлилия полина первого батсоня сура лена батклара стелла баттейла женя бат и до инова дора анна бат елена стояслав бен рахель нефим бен эстер двой раб от мирям моисей бен ева ирина бат двойра и оси бена и74 мяль евгений бен бердерга и тапфера бат анна геннадий бен елена и дабор инесса ольгобат светлана йосиф дан бен цара танье бот фрида и добот рива водим бентоея на юрье бот бела яков север хель шмон бен мира фэйков от берта ася бот года марк Нина, Ира Батвера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ид Бен Хай Авива, Фим Бен Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бацарит, Мазл Бороса Сгула, Ирина Батури, Арон Ребенури, За хороший дух Арон Ребен, Двойра, Диз Бен Ахум, Эвгаль Бацара, Хана Батаврагам, Рафаэль, Риле Бен Лариса, Галя Батгидалия, Парасай Брют, Лагир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Батрая, Борис Энмарина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко. Каждый может писать имя, за кого надо молиться, не читать Тору. Мы впишем сюда, будем говорить. Говорят, что помогает хорошо. Потому что, когда мы читаем Тору, даже если мы с собой ничего не представляем, Всевышний все равно это видит, и Он хочет, чтобы мы учили Тору. Мы выполняем то, что Он говорит. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, проноса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, нас состоится завтра в 15 часов. Шалом.